Существует ли вообще реальность войны, во время войны, из которой ее можно оценивать так, чтобы все стороны соглашались и между ними была возможна хоть какая-то коммуникация? Или такой реальности не существует? Всегда есть несколько реальностей, они конфликтуют. То есть, вот это базовый вопрос. Есть ли реальность у войны? Конечно, есть. Есть только вопрос, сколько людей способны на таком уровне беседовать. Дело в том, что соцсети породили, условно назовем соцсети, возможность прямой коммуникации с зрителем породила очень неприятное явление, с которым еще разбираться и разбираться. А именно, 20 лет соцсетей убедили нас в чем? Что в телевизор выпускать, а бы кого нельзя. И комментировать, а бы кому нельзя, это все по-хорошему. Вот если по уму, кто должен обсуждать различные темы вообще? Люди, которые являются акторами в этих темах. То есть, они способны нести там ответственность и осуществлять какие-то действия, изменения. Или хотя бы профессиональные наблюдатели за этими темами должны это делать, наблюдение которых влияет на эту тему по принципу обратной связи. Сегодня все комментируют все. Я не нас с вами имею в виду, а вот людей, которые там могут прийти и нам сейчас в чат написать, что попало. И после этого. И у них есть опасная иллюзия, что они являются генераторами изменений, акторами и так далее. Генерируется огромное количество шума, но шум этот эмоциональный по преимуществу. Он ничего не привносит в тему. Поэтому я сто процентов говорю, что есть, ну как от сто процентов убежден на практике, скажем так, что любую тему, даже самую болезненную эмоциональность, всегда есть кому обсудить. На каких угодно позициях, равноудаленных, на позиции сторон, на позиции третьей стороны и прочее, прочее. Но нужно ли делать это публично? Алексей, вы всегда, когда читаете даже социальные сети, вы всегда же можете, ну скажем, там за один-два абзаца определить, кто говорит? Это украинец говорит, это говорит русский или россиянин, это говорит европеец, американец. Вот можно всегда определить по тексту, но если это все приведено в один язык. Если не взять человека, который, ну даже так, говорит же, что европеец, американец, украинец, они же могут быть с очень разными людьми. Понятно, какая концепция говорит в человеке. Вот что понятно всегда. Из какой концепции он говорит? Решение же принимают не люди, а идеологии, которыми люди пользуются, которые живут в этих людях. И война – это глобальное разрешение для очень множества, для большого количества людей быть безобразниками. Потому что оно в мирной жизни, как ты оправдаешь, например, свое право ненавидеть и материть всех тех, кого ты наблюдаешь на экране, неудобно, нужен серьезный повод. А война как бы все оправдывает. Очень много людей высматривает мысли для того, чтобы найти там слабые места, чтобы к ним придраться, то есть сказать что-то в стиле «Ага, ведь он сказал вот это, и это значит, что кто как называется, тот так и обзывается», цитируя Владимир Владимирович. И вот вопрос, кто должен дискутировать за вами, заявленную вами тему и уровень темы, делать ли это публично или делать это в малых группах, выдавая людям редактированный результат? Продолжение следует...